Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Норицына и Давид Шарп сегодня вместе со мной. Давид, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый вечер, Анастасия, здравствуйте. Та самая Россия, которая, как никто другой в мире, кричит, что ей угрожает НАТО, после присоединения Финляндии к Альянсу, почему-то перекинула свои войска в Украину. И говорят, именно те войска, которые ранее находились у финской границы. Гарнизоны и военные базы РФ на границе практически пустые, хотя Москва заявляла, что наоборот усилит их. Переброшены в Украину 80% техники и солдат. И по данным финской разведки, такая ситуация сейчас в военных базах по всей России, кроме Подмосковья. А что же случилось, как вы думаете? Случилось очень понятное дело, и причем случилось все это давно. На самом деле важно понимать, что изначально разговоры об угрозе НАТО, и вот тот самый знаменитый ультиматум 21-го года, ультиматум НАТО, когда стало очевидно, что Россия требует от Североатлантического альянса совершенно невозможного, причем требует это публично. И тогда, а кое-кому и раньше было очевидно, что это всего лишь предлог. Предлог для реализации главной цели. Главная цель – это создание, как Путин это формулирует, три единого русского государства, то есть захватом Украины, если надо, силой, или как минимум значительной части Украины, и мягкой силой захвата Беларуси. То есть, собственно, это цель, а разговоры о НАТО – это абсолютно вторичные вещи. И по большому счету в России все, кто в здравом уме, понимают, что НАТО нападать на Россию не собиралось и не собирается. Те времена, когда страны нападали, ну, нормальные страны нападали друг на друга с целью захвата полей и рек, эти времена прошли. И, кстати, сегодня мы видим прекрасное подтверждение тому, что НАТО всеми силами опасается эскалации и даже боится сделать очень незначительные шаги, которые могли бы привести к обострению с Россией. При том, что почти все российские военные ресурсы прикованы к Украине, и, казалось бы, если хочешь нападать, то нападай не хочу. Более того, Россия сама прекрасно это понимает, что никто на нее нападать не собирается, и, как вы правильно отметили, оголила полностью все свои границы, в том числе с новоиспеченными странами НАТО. И, кстати, когда вступление на Швеции, Финляндии в НАТО стало вдруг на повестке дня, что, по идее, должно быть оглушительным провалом внешней политики. Путина, ведь он же всю жизнь вроде как борется против расширения НАТО, а тут его действия привели к тому, что страна, одна, которая нейтральная, не воевала больше 200 лет, а другая, в общем, тоже нейтральная и всегда учитывала российские и советские интересы, я говорю, а вторая страна – это Финляндия, внезапно вступили в НАТО, о чем никто и думать не мог еще икс лет назад. И Путин воспринял это достаточно спокойно, то ли дело Украина вступает в НАТО. С Украиной же ситуация очень проста, отнюдь не в качестве угрозы безопасности России воспринимается такой сценарий, а воспринимается он так, что если Украина вступит в НАТО, то ее исчезает бесповоротно, фактически возможность захватить либо ее целиком, либо часть ее территории. Так что именно в этом контексте все стоит видеть. Ну а Россия, собственно, тут все понятно, воен войск у России лишних, мягко говоря, нет, ресурсов и техники тоже, и все, что необходимо, бросается на фронт, а необходимо буквально все, стоять где-то на финской границе и прохлаждаться в приятной прохладе летней тех мест. Но это абсолютно бестолку, когда все прекрасно понимают, что финны живут своей жизнью и нападать на Россию близко не собираются. Кстати, Путин недавно сообщил, что в зоне боевых действий в Украине сейчас находится 700 тысяч российских военных, хотя еще в декабре прошлого года он заявлял, что эта цифра составляет 617 тысяч. То есть это как раз и есть военные с приграничных регионов? Я думаю, что нет. Военные, во-первых, честно говоря, цифра 700 тысяч меня немного удивляет, мне кажется, она преувеличена, но вопрос, как тут считать, потому что одно дело это сухопутные силы и вспомогательные силы непосредственно в Украине и непосредственно у границы, в том числе, кстати, и в Украине, и тут и Крым берется в расчет, хотя те, кто там находится, вроде бы непосредственно боевые действия не ведут. Хотя тоже, как сказать, флотские ведут, те, кто занимает, те, кто имеет отношение к авиации, ПВО тоже. Так вот, имеется в виду, я думаю, в этих 700 тысячах все, в том числе, вспомогательные силы, которые участвуют, что называется, в военных действиях прямо или косвенно, ну вплоть до аэродромов, обслуживающего персонала аэродромов, даже в сотнях километров от линии фронта. Это, в принципе, правильный расчет. Вот эти десятки тысяч, которые прибавились или не прибавились, это явно не те, кого сняли в Финляндии, сняли с финской границы или, например, с эстонской. Во-первых, эти финскую, эстонскую и латывейскую границу оголили уже, по большому счету, очень давно. Об этом была достоверная информация, сейчас просто об этом снова напомнили. И в любом случае, там не находились большие силы. То есть сказать, что оттуда перебросили 80 тысяч человек, ни в коем случае нельзя. Их, по большому счету, там и не было. А вот откуда может быть прибавление, кстати, тоже, к словам Путина, надо относиться осторожно, естественно. Не воспринимать это как истину в последней дистанции. Сказал 620, значит 620, 700, значит 700. Но если увеличение есть, скорее всего, оно за счет, скажем так, напряжения ресурсов в целом. То есть кроме, собственно, каких-то перебросок из разных мест, и в том числе, кстати, из флота матросов отправляют в ПИКО, то это тоже достаточно известная тенденция. Я бы в первую очередь сделал ударение на наборе новых контрактников, в том числе из числа заключенных и в том числе из числа иностранных наемников. Хотя иностранных наемников, видимо, все еще не так много. То есть набор по контракту в России продолжается. Согласно официальным, немного сомнительным цифрам от 30 до 40 тысяч в месяц, подъемные вот эти вот аванс за переход, за приход на службу очень-очень высок, повышается. Видимо, спрос все же падает. И чтобы поддерживать на хотя бы одном уровне вот этот темп набора, вынуждены поднимать суммы. Я уже видел данные о подъемных значительно превышающих миллион рублей. Напомню, что это приближающиеся где-то, видимо, к 15 тысячам долларов. В эквиваленте, что для российской глубинки, а именно из глубинки в основном идут на армейскую службу, это колоссальные деньги, не считая других год и, собственно, зарплат. Так вот, думаю, это за счет этого. Пополнение в течение месяцев это за счет этого. Но в целом к цифрам, озвученных Путиным, стоит относиться несколько осторожно. И, кроме того, важно, как считать, кого. Одно дело, кто-то находится в Луганской области, а другое дело, где-нибудь в Воронежской, хоть и принимает участие в боевых действиях, скажем, обслуживая технику. Кстати, по поводу иностранных наемников и могут ли они появиться в России, ну и еще какие-то новые. Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали соглашение, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора. И об этом заявил Путин. Как именно это будет происходить, он не уточнил. Но сам Ким, он сказал, что это соглашение будет носить оборонительный и миролюбивый характер. Мы знаем, что сейчас Северная Корея активно дает России снаряды, ракеты, которые применяются в Украине. А какое еще может быть оказание помощи? Ну, вообще политика, внешняя политика Северной Кореи исключительно миролюбивая и оборонительная. Об этом знают уже с начала существования этого, скажем так, очень опасного и проблематичного для всего мира государства. Я не преувеличу, именно для всего мира. И Украина сейчас это ощущает. Казалось бы, кто бы в Украине мог подумать, что проблемы будут исходить из Северной Кореи тоже. И вот, пожалуйста, северокорейское оружие уже долгое время убивает украинцев и не знает, что будет. Значит, в случае северокорей настолько правление, правитель Северной Кореи настолько неординарная, в кавычках, личность, что, честно говоря, здесь можно ожидать любого. В свете того, что Россия активно, Россия, скажем так, перешла вот этот психологический, назовем это, барьер, когда в открытую фактически используются наемники из стран Третьего мира, причем такие даже, которых не пытаются обучить. Очевидно, России нужно пушечное мясо, потому что что делать? Они, кстати говоря, скорее всего, дешевле даже обходятся, чем собственные граждане. То есть о том, чтобы им подъемные платили в размерах миллиона с чем-то рублей, я вроде не слышал, хотя и не знаю. И в любом случае своих граждан здесь можно и поберечь, когда они и так в дефиците, я имею в виду, желающих воевать. Так вот, ожидать от того, что кореецы способны отправить, что Путин способен с корейцами договориться о том, что оттуда приедут добровольцы, а по сути не добровольцы, а так сказать в насильно принудительном порядке, военные повоевать за Россию, знаете, я бы на 100% не стал, скажем так, сбрасывать со счетов такую ситуацию. Конечно, если до этого дойдет, это будет поразительный факт довольно, но я его не могу исключать. Если сенегальцы, условно, или индусы в частном порядке массово нанимаются Россией, почему бы им не договориться с Кимом, который за это, естественно, потребует чего-то очень многого. Тем не менее, пока такого вопиющего шага еще Северная Корея не сделала, и Россия, исключать его нельзя, поживем увидим. Я думаю, если это будет на повестке дня, то об этом станет известно, благодаря сведениям разведок, тщательно следящих за Северной Кореей, серьезных стран, я имею в виду США, Южной Кореи, станет известно. Исключать этого нельзя. А вот что можно не исключать, а почти наверняка утверждать, так это то, что кроме боеприпасов Северная Корея довольно в больших количествах. Причем, можно тут вопрос, так как Северная Корея закрытое государство, и не совсем понятно, чего у нее есть, и сколько, и какие темпы производства. То есть, понятно, это может быть ЦРУ и Южно-Корейской разведки, и то не совсем полностью. Так вот, сложно сказать, и на что готов пойти Ким ради того, чтобы угодить Путину, и ради того, чтобы заработать очень неплохо на этом сотрудничестве. Но теоретически важно понимать, Северная Корея способна немало боеприпасов предоставить России, и собственных запасов, и, собственно, усилив производство, усилив масштабы производства, потому что они всегда готовились к войне. И вот это вот чувство осажденной крепости, и подготовки к войне, в том числе и в плане производства оружия, всегда у них было приоритетным. Значит, они могут производить довольно много, и запасы накоплены серьезные. Захочет ли Россия брать у Северной Кореи не только боеприпасы и баллистические ракеты, а скажем, и технику, ну, например, артиллерию советских калибров, или другие системы, ракетные системы меньшей дальности, чем то, что бралось до сих пор, я это более чем не исключаю, бронетехнику. Потому что мы видим, какими трудностями сталкивается Россия, снимая с хранения очень и очень старые системы, то есть вплоть до танков Т-55 и Т-62, ствольной артиллерии 50-х годов. Этого добра есть у, конечно же, бронетехники, я имею в виду бронетранспортеров, не хватает БМП, мы это видим. И поэтому это добра у Северной Кореи достаточно. Если Россия посчитает, что это ей нужно, и предложит соответствующую цену, я думаю, что кем-нибудь полным дураком не откажется, потому что он прекрасно понимает, что Южная Корея, как и в случае с НАТО, если он в самом деле хоть в каком-то адеквате, то он понимает, что ни американцы, ни южане на него нападать не собираются, а сорвать настоящий куш на России, отдав им все, что можно, а потом потихоньку восстановив, восстановив потенциал, но получив при этом взамен массу плюшек от России, самых разнообразных, начиная от продовольствия, если оно нужно, и заканчивая военными технологиями, упускать такой шанс нельзя. Поэтому можно предположить, что все, что Россия захочет в плане поставок техники и вооружений, она получит, а вот в плане военных и вот такого рода, исключать бы этого я не стал, но все же это был бы далеко идущий шаг. Кстати, такой эпизод. В свое время северокорейцы даже умудрились слегка повоевать с Израилем. В 70-е годы северокорейские летчики на стороне Египта приняли участие в боевых действиях, и даже есть эпизод, когда был сбит северокорейский истребитель. Такой вот на счету израильских войск есть и такой самолет. Так что иди, знай, что светит в будущем. По поводу северокорейских военных, то эта тема уже есть на повестке дня у российских пропагандистов. Они говорят, что это якобы будет такой симметричный ответ на действия Запада, который пока размышляет, отправляют ли свои войска в Украину. Ну и я предлагаю послушать, что они об этом говорят. Еще важный момент, который может стать итогом этой встречи. Ведь говорят о том, что, возможно, будет подписан документ о стратегическом союзничестве с Северной Кореей. Я напомню, когда Европа и США пугают нас тем, что сейчас военные контингенты стран НАТО под своими национальными флагами попадут на территорию Украины, у нас появляется такая же зеркальная возможность использования войск союзников, которые вместе с нами будут там. А Северная Корея является лидером в мире по количеству войск специального назначения. Более 200 тысяч войск спецназа. У них целые батальоны только снайперов для того, чтобы вести боевые действия в горах. Хорошо подготовленные, да? А спецназ – это самый подготовленный. Северная Корея обладает 200 тысяч уже готовому к отправке в зону боевых действий. Более того, в рамках подготовки к большому конфликту они очень хотят получить боевой опыт. Хотят и сами просятся, отправьте нас в Украину воевать. При этом другой военкор, так называемый Сладков, говорит, что не 200 тысяч, а 500 тысяч. Да, не 200 тысяч, а 500 тысяч. Но, во-первых, просятся. Я не знаю, что на самом деле происходит между Кимом и Путиным. Пока мы слышали лишь фантазии военкоров и их рассуждения, которые вряд ли основываются на инсайде, на настоящем инсайде. В любом случае, важно понимать следующее. Вот такие вот рода войска, совершенно чужеродные войска, незнакомые с обстановкой, немотивированные, незнающие языка, непривыкшие к климату, не имеющие на самом деле боевого опыта и вряд ли имеющие хорошую подготовку, в отличие от росказней военкоров. Это, мягко говоря, не самая эффективная сила на поле боя, если они там оказываются. В чужом для себя месте, в чужой для себя войне. Это важно понимать. Это должно утешать. Это непростой утешение. Далее, если говорить о крупных силах, по-настоящему, то тоже, на мой взгляд, об этом вряд ли можно, такое даже вряд ли возможно. Тем более, вот эти количества, 200-500 тысяч единовременно, это смахивает на откровенный бред. Чтобы просто осилить такое количество, перебросить, снабжать, кормить, разместить и так далее, нужны колоссальные усилия со стороны России, которые, боюсь ей, не то что боюсь, а наоборот, я почти уверен ей не по силам. Так что, скорее, если подобного рода контингент окажется на фронте, то речь идет о цифрах меньших на порядок или на порядке. То есть, возможно, цифры должны быть относительно незначительны, как минимум с самого начала, потому что это проблематично за всех точек зрения, политической, военной, экономической и так далее, и так далее. Так что о 500 тысячах корейских спецназовцев они могут только мечтать, но исключать какого-то такого варианта, что что-то экспедиционное за большие деньги, за серьезные плюшки Ким Путину даст, несмотря на то, что для России это будет выглядеть в том числе и публичным позором, такого исключать нельзя. США сделают все возможное, чтобы КНДР и Иран прекратили свои поставки оружия в Россию, говорит об этом госсекретарь Америки Блинкин. Действительно ли на Западе наконец-то начали уделять достаточно внимания их сотрудничеству, и на это влияют именно визиты или информация от разведок, что Россия получила или получит 5 миллионов снарядов от КНДР? Тут дело не совсем в визитах. Визиты просто напоминают, и не только напоминают, а являются проявлением того, что это сотрудничество нарастает. Как раз если странам Запада можно дать немало справедливых упреков во всем, что касается соблюдения санкционного режима касательно отношений, собственно, экономических отношений России непосредственно с Западом, и санкционного режима в отношении такого важнейшего, как Китай, а также менее важных Турции, ОАЭ и так далее, благодаря которым в Россию поступает немало товаров двойного назначения и разного рода контрабанды, назовем это по серым схемам. А вот что касается стран откровенных изгоев, таких как Северная Корея и Иран, когда они поставляют России оружие, то тут во многих случаях, особенно Северная Корея, по большому счету, ну так, по большому счету, по некоторому счету есть кое-что сделать, сделать что-то и сложно, потому что эти страны находятся уже под санкциями, и Северную Корею, если ее не пытаться заморить голодом, в буквальном смысле, а в наши дни мало кто готов, мягко говоря, заморить голодом своего политического противника, то, в общем, иногда есть ощущение бессилия, а что с ней делать? Атаковать ее с воздуха, но об этом речи не идет. Санкции, так они и так под санкциями. Естественно, и там есть что делать, например, очень сильно надавить на Китай, который может повлиять на Северную Корею, но тут вопрос, а как надавить на Китай, это и на сам по себе Китай, не особо давят, опасаясь тех или иных раскладов и ударов для мировой экономики. С Ираном тоже, с Ираном, в принципе, есть варианты усилить санкции, более того, они еще как есть, но тут это опять-таки входит в противоречие с политикой Запада и конкретно Соединенных Штатов Америки, которые уже годами пытаются Иран задобрить, чтобы Иран, например, отказался от поддержки террора, терроризма, экспансии в регионе, поставок России. И, конечно, в первую очередь, а в этом плане рассматривается Иран от своей ядерной программы, США пришла к тактике при новой администрации Байдена к задабриванию Ирана, что означает предоставление Ирану различных пряников в ответ на отказ от разного рода нехороших шагов. Значит, это работает почти с нулевым эффектом, к сожалению, и, в общем-то, это просчитывалось. Но отойти от этой практики, перейти к практике и стратегии удушения Ирана санкциями и реальной военной угрозы, это был бы правильный подход, причем касательно иранской ядерной программы и касательно поставок России, и касательно других иранских дел, которые являются очень проблематичными для региона и для всего мира. Однако американцы, что делать, придерживаются противоположного подхода. А в рамках этого противоположного подхода, когда санкций удушающих нет, особо ничего Ирану и не сделает. По чуть-чуть санкций какие-то можно добавлять, но так Иран столько зарабатывает на взаимоотношениях с Россией, что эти санкции ему, так сказать, как слону дробить. Кстати, Путин начал летать в российские регионы в сопровождении истребителей, и во время визита диктатора России в Якутск жители города засняли как минимум один истребитель Су-30СМ, который сопровождал борт с Путиным. Можно ли предположить, что Путин не исключает то, что в США могут все-таки принять решение, а если ничего больше сделать не могут, физической ликвидации Путина? Понимаете, когда речь идет о странах с авторитарным режимом, где решение принимает один человек или его близкий круг, возможны самые разные решения, которые покажутся нелогичными. То есть если в демократической стране, в большинстве демократических стран, за охрану первого лица отвечают соответствующие службы безопасности, которые изучают характер угроз и действуют в соответствии с этим. Например, в Словакии считали, что угроз особых премьер-министру нет, и мы видели, что произошло, ну и так далее. Есть примеры разные. В странах же с такого рода режимами, как в России, возможно, как себя охранять, и что ему угрожает, решает сам Путин. И если он решит, что ему угрожают Соединенные Штаты, угрожают его, что может, возможно, ликвидация его вот так вот, путем перехвата во время полета в один из российских регионов, это за гранью абсурда. Однако, что помешает ему решить, и что помешает ему принять соответствующие меры. Возможно, кстати, это не он, возможно, это такая обсессивность его охраны. В целом же, с точки зрения безопасности, конечно же, Путин должен исходить из того, это понятно, что есть немало тех, кто желает ему зла и хотел бы от него избавиться. Однако, одно дело охрана на земле, традиционная и гипертрофированная, как мы это видим в России, а другое дело, полеты в глубине России под охраной истребителей, если эта практика продолжится, значит, это, ну, скажем так, будет свидетельствовать, что некая обсессивность вышла на высокий уровень. Кто может перехватить, и, собственно, вот так вот, самолет президента где-нибудь над Якутией, и кто задействует истребителей, или что-то в этом роде, мне сложно предположить, может быть, он боится украинских F-16 с дозаправкой в воздухе, но это я шучу, естественно, так же, как ей всерьез нельзя думать, что американские истребители попытаются сбить его самолет где-то над территорией России. Интересно было бы услышать объяснение внутреннего характера, я имею в виду тех, кто это решал там в России, и как это объяснялось, но, боюсь, мы этого не услышали. Президент Зеленский по возвращению с глобального саммита мира заявил, что сейчас не будет никаких пауз, и, по его словам, уже есть предварительные графики работы на лето. Как вы думаете, в каком направлении могут развиваться события именно на фронте? Ну, я так понимаю, что Зеленский имел в виду как раз дипломатический аспект, в том числе подготовку второго саммита, подобного тому, что произошло в Швейцарии. Что касается событий на фронте, то, опираясь на открытые источники, я не имею возможности делать вывод, например, готовит ли Россия довольно крупное наступление на каком-то участке, собирая там ударную группировку, потому что сбор ударной группировки является явным признаком готовящегося наступления. Пока же, так как источников в открытых этого нет, можно исходить из того, что мы, собственно, видим в данной ситуации. А мы видим непрекращающиеся наступательные действия России на неких локальных участках с целью поиска слабых мест. То есть действия методом продавливания и поиска слабых мест. Где это удается, происходит какое-то, имеет место какие-то территориальные достижения, либо создаются условия в виде, например, охвата украинского участка обороны, чтобы далее продвинуться, когда там будут силы. И вот такого рода действия при наличии определенных резервов продолжаются и будут продолжаться. Резервы какие-то у них, а в первую очередь эти людские ресурсы, у них не исчерпались. Судя по всему, потери не превышают то, какое пополнение Россия получает за счет подписания контрактников, наемников и, не знаю, северных корейцев в будущем. Но мы видим, что раз наступление продолжается, то понятно, что как минимум численность остается примерно на том же уровне. И, естественно, российская стратегия продолжит быть похожей на последние месяцы, как минимум. Я так вижу, что показатель, совершенно ключевая дата во всем, что происходит и на фронте, и вокруг войны, это президентские выборы США. После президентских выборов США многое прояснится, либо начнет проясняться. Ну, скажем, если побеждает Байден, там, кстати, кое-что зависит и от расстановки сил в Сенате и Конгрессе, в котором там тоже есть определенные выборы. Так вот, если побеждает Байден плюс некая новая или старая расстановка в Сенате и Конгрессе, становится понятно более-менее, чего ждать от Соединенных Штатов. Понятно всему миру и Украине, и России. Если побеждает Трамп, то становится непонятно и начнется прояснение, а что, собственно, ожидать от Трампа плюс промежуточный период, когда администрация старая еще находится. В общем, ключевая дата – это ноябрь, и события, которые последуют в результате того, как закончатся американские выборы. А до этого, я так полагаю, Путин видит свои задачи добиться максимальных успехов территориальных. Они в первую очередь смотрят на территорию, а во вторую, хотя тоже, может быть, и в первую, это желание измотать украинское общество и, собственно, измотать западных партнеров, чтобы те и другие посчитали, что борьба безнадежна и стали более договороспособны. А путь к этому, как считает Путин, я так полагаю, это хоть какие-то успехи территориального характера на поле бора. Про территориальные цели Путина мы всегда говорим, что он хочет полностью захватить Донецкую и Луганскую области, но сейчас мы видим, что они начали кампанию и в Харьковской области, и с открытых источников есть информация, что армия России готовится к наступлению в сторону Боровой Харьковской области. Там они собирают ударный кулак, 10 тысяч человек, 450 военной техники. Как вы оцениваете вот такую возможность, такое количество, и почему именно Боровая? Вопрос. Ну, Боровая, тут это, еще нужно это увидеть, как какой элемент, я это называю, дело чести. Территорий, которые они потеряли в 22-м году, после того, как их освободила Украина. Я так понимаю, что есть какой-то особый сантимент попытаться вернуть часть этих территорий, хотя бы часть этих территорий. И вообще, в принципе, выход на рубеж реки Оскол, захват Купенска, это одна из главных задач, которую они перед собой ставят. И здесь наступление на Боровую вполне вписывается, теоретически. Что значит 10 тысяч, и какая реальная группировка, мне трудно судить. Если в самом деле, опять-таки, скорее, правильнее считать, когда речь идет о наступательном потенциале, правильнее считать не, что называется, штыки и тысячи, как это было в средние века или даже не очень давно, а части и соединения. Части и соединения, а также то, насколько они боеспособны, насколько они способны вести активные наступательные действия. Это тоже очень важно, потому что, одно дело, часть существует на бумаге, и вроде все выглядит неплохо, а вот способность наступать, тем более, не на уровне взводом двумя, а нечто большее, это далеко не тривиально. И это не раз было доказано на этой войне. Так вот, что там у них с частями, и как это дело обстоит, естественно, я по открытым источникам не знаю. Но 450 единиц бронетехники, это и танки, и бронетранспортеры, это достаточно внушительная, достаточно внушительная цифра. Это говорит о том, что боевых, если в самом деле это то, что хотят бросить на узком участке, это внушает. Однако утешает то, что если все это так, и об этом пишут даже в газетах, и мы с вами говорим, то украинское командование тоже об этом прекрасно знает, у него было время подготовиться, и есть время даже здесь и сейчас. Ну, а как говорится, война план покажет, я имею в виду в том плане, что, собственно, прогнозировать какие-либо события, их исход, безусловно, дело неблагодарное. Если начнется, мы это увидим. В скобках замечу, что в некоторых случаях последние недели и месяцы разного рода прогнозы на основании открытых источников и такого рода досужих рассуждений не оправдались, я имею в виду, касательно тех или иных российских наступательных операций. Давид, огромное спасибо вам за интересную аналитику и за то, что вы присоединились к эфиру. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Давид Шарп, израильский военный обозреватель, был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свой лайк, поддержите наш стрим своими комментариями, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, хороших новостей и берегите себя. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok